У этого института большая и насыщенная выдающимися событиями биография. Это здесь были добыты первые в бывшем союзе три грамма тяжелой воды. Это его специалисты поднимали химическую отрасль великой страны. Научные открытия специалистов этого института приводят в восторг научные круги. В годы независимости Украины он получает высшую степень аккредитации. Рассказ об этом уникальном вузе смотрите в видеофильме «Химикотехнологический. Вчера, сегодня, завтра». Основоположником химического образования на Днепропетровщине стал академик Лев Писаржевский, проживающий в Екатеринаславе с 1913 года. Его незаурядные организаторские способности и энтузиазм уже в начале 20-х годов позволили открыть первую школу химиков. Затем кафедра электрохимии в местном горном институте. Вместе с профессором Рубиным они создают химико-технологическое отделение для подготовки инженеров-химиков. В июне 1925 года на новое отделение зачислено 26 человек. Четыре года спустя это уже факультет, на котором обучаются более 200 студентов. Химико-технологический становится популярным факультетом, ведь химия одна из перспективных наук. И рамки факультета становятся тесными. Нужен был первый институт со своими кафедрами, лабораториями. На основании постановления Совета народного хозяйства СССР 15 мая 1930 года создать на базе химико-технологического факультета Днепропетровского горного института Днепропетровский химико-технологический институт. Это событие стало новой вехой в истории развития отечественной науки и образования, рассказывает профессор Данилов. Если говорить об истории института и о его становлении, то у истоков вообще создания нашего института химико-технологического стояли выдающиеся физико-химики и электрохимики. Отцами, основателями являлись академики Писаржевский, Бродский. Это человек, который очень большой след оставил в этом институте как своими работами, так и своими учениками. Вот я еще вместе работал с его аспирантами, Консайчем Черниковым и Марией Григорьевной Диковой. Вот этот уровень научных работ, уровень взаимоотношений, уровень создания школы научной, он и определяет в значительной степени дальнейшую судьбу нашего института, ну и, естественно, нашей кафедры. Первый жилет своего существования институт стал кузницей кадров для химической промышленности и науки. Количество выпускников увеличилось из года в год. Первый выпуск специалистов в 1931 году состоял из 18 человек, а к 37-му институт подготовил уже около 800. Укреплялась и материально-техническая база. Началось строительство нового, ныне главного учебного корпуса. Лаборатории оснащались современным научным оборудованием. Преподавательский состав насчитывал 6 профессоров, 45 доцентов и старших преподавателей. Серьезных успехов достигла кафедра физической химии. В ее лабораториях впервые в Союзе было добыто 3 грамма тяжелой воды. Это стало триумфом отечественной науки. На нашей кафедре работал человек, который работал вместе с Бродским, работал над созданием тяжелой воды. То есть вот он помнит, как это все делалось, и это он рассказывал еще. То есть прикладным аспектом этих работ – это гальманотехника, это очень большие работы, которые ведутся и проводились ранее для становления нашей отечественной промышленности, гальманотехники, которая имеет громадное значение и в ракетостроении, и в самолетостроении, и в машиностроении, и в автомобильном строении.